Мур, привет друг, это Зверько и пробный выпуск Багульня. Тут буду рассматривать и проверять баги, которые серьезно влияют на геймплей игры, но и всякая мелочевка, которую некоторые блогеры растягивают на целое видео. Может и я когда-то начнут так делать, но предпочитаю все выкладывать в сочном содержании. Часто присылают такой баг. Посмотри, крит выстрел после первого навыка у грейнджера и нет перезарядки магазина. Хм, действительно, но только в режиме практики и если отключить кд навыков. Следующий баг прислал подписчик Hardcore. Лесли ультой все еще пробивает щит Лолиты. Запись отправлена разработчикам, пусть дорабатывают. Дальше. Есть мнение, что можно увеличить область ульты Теризлы, как ни странно, с помощью подкидывания Кусаки. Во время запуска ульты Теризлы Кусака подкидывает его в направлении противника и ульта срабатывает в верхней точке. Измерить расстояние действия можно было бы в режиме практики, но там не добавить активного союзника, а собирать 6 усидчивых человек, которые точно выполняют задачу, та еще проблема. Весьма сложно реализовать это в бою. Не все вовремя Теризлы и могут ультануть, а те, кто среагирует на ульт Кусакой и того меньше. Дальше пойдет мое мнение. Фанни скоро обрежут повторяющийся урон за один пролет. То есть, если на пути полета у тебя будет несколько противников, то на них всех сейчас срабатывает первый навык и наносит урон. Скоро оставят один прокрут за полет. В том смысле, что первый противник получает урон, а также те, кто попали в область действия навыка, а те, кто дальше по пути полета нет. Но разработчики оставили спам о стену. Где логика? Скилл нужен при борьбе против нескольких противников и пролете через них, ведь там на тебя могут накинуть контроль и много других неприятных вещей. Другое дело спам о стену. Что это вообще такое? Микаса, эээ, Фанни бьется лбом о стену и крутится. С другой стороны, разработчики хотят выровнять Фанни с другими убийцами, ведь у большинства из них урон основной проходится по соло цели, а Фанни с этим прекрасно и так справляется. Вот и хотят понерфить атаку по множеству целей. И на финал пойдет фича Селены. Дело в том, что для первого навыка есть разница в срабатывании взрыва. Когда Селена ставит мину при срабатывании, назовем это взрывом, задевает еще и ближайших врагов, плюс навешивает на них метку. Так вот, если цель уничтожить до срабатывания мины, то область взрыва и меток серьезно увеличивается. Что это дает? Увеличение радиуса поражения и возможность убить еще кого-нибудь. Да и реализуется такая фича порой на автомате. Пиши в комментариях, как тебе рубрика. А я, кажется, отошел от осенней хандры. Жму лапку, если подписался на канал. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok